США приходят в себя после масштабных погромов на Капиталистском холме. Их устроили сторонники Дональда Трампа. Полиция и ФБР занимаются поиском наиболее активных протестующих, которые скрылись. Десяткам другим задержанным начали предъявлять обвинения. Число погибших в результате беспорядков возросло до пяти человек. Все подробности в международном обзоре. Вот сейчас Вашингтон стягивает за силы Национальной гвардии все в ожидании инаугурации. Она пройдет 20 января. Прокуратура может обвинить сторонников президента по закону о порче федеральной собственности, который по иронии принял сам Трамп в прошлом году после массовых протестов. За разбитые окна, двери, а также взятые на память предметы издания Капитолия погромщикам может грозить до 10 лет тюрьмы. А вот как это было. Эти кадры мир, похоже, забудет не скоро. Сотни людей штурмуют сердце американской демократии Капитолии в Вашингтоне. Сторонники Трампа пытались помешать депутатам утвердить результаты выборов, согласно которым победу одержал Байден. Воспользовавшись сокращением числа охраны из-за пандемии, толпы людей прорвались к зданию, разгромили кабинеты и сорвали заседание. Полиция и спецназ очистили Капитолия от демонстрантов лишь через три часа, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами столкновений стали пять человек. Десятки получили травмы. Мэр Вашингтона объявил в городе комендантский час. Байден обвинил Трампа в подстерекательстве к насилию. Штурм Капитолия вызвал негативную реакцию многих политиков. Несколько человек из команды Трампа, включая заместителя пресс-секретаря Белого дома, подали в отставку. Мировые лидеры также осудили беспорядки в Вашингтоне. То, что Трамп подстрекал людей штурмовать Капитолий и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, что это было совершенно неправильно. То, что произошло в Вашингтоне, возмутительно. Это наглядно демонстрирует, как слова могут превратиться в действие. Но тот факт, что Джо Байден был утвержден в качестве следующего американского президента в ту же ночь, показывает устойчивость американской демократии. Я верю в силу американских институтов и демократии. В ее основе лежит мирная передача власти. Спикер Палаты представителя Нэнси Пелоси назовала действия сторонников Трампа мятежом, который спровоцировал сам глава государства и призвала вице-президента Майкла Пенса немедленно использовать 25-ю поправку Конституции для отстранения главы Белого дома от власти. Позже, в тот же день, президент в социальных сетях призвал людей сохранять миролюбие. Однако, Твиттер, Фейсбук и Инстаграм заблокировали его аккаунты. После небольшого видеообращения глава Белого дома заявил, что теперь сконцентрируется на плавном, упорядоченном и продуманной передаче власти новой администрации. Президент заверил, что инаугурация Байдена состоится, как и было запланировано, 20 января. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили место американской демократии. Моя компания энергично использовала все законные возможности для спаривания результатов выборов. Моей единственной целью было обеспечить честность голосования. Поступая так, я боролся за защиту американской демократии. Конгресс подтвердил результаты, и новая администрация вступит в должность 20 января. Ну а вот так Вашингтон выглядит сейчас. Повсюду бойцы Нацгвардии, их мобилизовывают из других штатов. К выходным число силовиков в Вашингтоне достигнет 6,5 тысяч. Военные возведут вокруг Капитоля трехметровый забор. Давайте послушаем, что о происходящем думают жители столицы. Я был удивлен тем, как быстро все потеряло контроль. Я не работаю в сфере безопасности, поэтому я не хочу сомневаться в этих людях. Они хорошо справлялись со своими обязанностями. А тут такой сюрприз. Я только видел большую группу людей, они мир нашли, никто никого не толкал. Они просто хотели выступить против коррупции в нашем правительстве. Ну вот, что ждет Дональда Трампа? Будут ли новые протесты и даже, возможно, срыв инаугурации покажет время? Будем следить. Однозначно в Штатах горячее время. Спасибо. Асем Хасенкезе была с международным обзором. Мы продолжаем.